Здравствуйте. Сегодня я хочу провести эксперимент, на который меня подвигло прочтение книжки Владимира Акимева-Чацуковского «Общая эфиродинамика». Я всем очень рекомендую прочесть этот труд. Это, надо сказать, очень-очень соблазнительная теория, которая объясняет на простом физическом уровне, понятный всем, что такое гравитация, что такое электричество, что такое магнетизм. В общем, все эти вещи, которые современная наука объяснить не может. Многие вещи очень логичны, очень понятны, но у меня возникли некоторые вопросы при прочтении этой книжки. В частности, в главе, где говорится о взаимодействии тероидальных вихрей, утверждается, что если вихри вращаются, возьмем, для примера, кольцевую составляющую скорости, если они вращаются вот так вот в разные направления, то есть своим вращением они как бы затягивают окружающую атмосферу в пространстве между собой, то в этом случае они будут отталкиваться. То есть вот у меня есть шарики, которые покажем. Вот так вот, если они вращаются, то должны отталкиваться. На следующий день после прочтения книжки мы с сыном пошли в электротехнический музей, где был продемонстрирован очень простой опыт. Висели два шара, и между ними пропускалась струя воздуха. По кнопочке нажимать кнопочку, струя воздуха пропускается, шары мгновенно притягиваются, они отталкиваются. Что, в общем-то, соответствует закону Бернолье, и на чем основана наша современная авиация. В чем же тут дело? Возможно, что шары... Дело в том, что шары неподвижные, а струя воздуха внешняя. Они формируются непосредственно вращением самих этих шаров. Давайте проведем простой эксперимент. Итак, суть эксперимента. На железнодорожном полотне, детской железной дороге, у нас установлены вагончики, которые могут свободно перемещаться. Я специально подвел мягкие провода, чтобы они не мешали передвижению. На каждом вагончике установлена турбина, собственно, которую мы будем вращать. Будем вращать в разные стороны и смотреть, что происходит. Давайте сначала завращаем их в разные стороны, таким образом, чтобы они совместно нагнетали воздух в пространство между ними. Итак, смотрим. Притягиваются. Притягиваются. Разводим далеко. Притягиваются. Смотрим, куда направлено у нас движение. Сюда. Сюда же. Вот с этой стороны выдувается. А с этой стороны проходит. Воздух у нас движется вот так, в этом направлении. И вагончики все время притягиваются. Ну, это, вообще говоря, все соответствует закону Бернолли и всему тому, что мы знаем из аэродинамики. Теперь, что же будет, если мы будем вращать в одинаковые стороны, а потоки, соответственно, будут направлены вот так вот у нас в разные стороны. Давайте сначала подумаем. То есть, если они будут на каком-то значительном расстоянии друг от друга, то с этой стороны будет у нас пониженное давление. И с этой стороны тоже будет область пониженного давления. И, по идее, они должны изначально начать притягиваться. Но в какой-то момент потоки эти встретятся, и тогда уже эта область пониженного давления превратится, скорее всего, в область повысшего давления. И они, то есть, они будут сближаться, но только до какого-то предела. Они не смогут сблизиться до конца. Давайте посмотрим. Сближаются, но не до конца. Не до конца. Давайте попробуем их физически отталкивать. Ну вот, на мой взгляд, проведение этого опыта говорит о том, что нужно серьезно пересматривать взаимодействие вихря, соответственно, и устройство протонов, электронов, атомов. Есть определенная работа, которую нужно сделать. Спасибо.